25 декабря каждый мог наблюдать те возможности, которые предоставила арена Саратовского цирка для проведения такого, в общем, не побоюсь, условно, но это шикарное представление одной из лучших в сегодняшний момент в системе. Но, после того, как закончилась наша праздничная часть, у нас был очень серьезный разговор со всеми специалистами Росгустырка, и у нас накопились вопросы, то, что касается безопасности именно вас, как зрителей, безопасности животных. Отдых и безопасности, собственно, зрителей. С 1 января 2021 года изменились правила содержания животных, правила лицензирования цирка и правила техники безопасности и охраны труда. Вот это было главное препятствие, из-за чего мы не смогли продолжить тот ритм, который был задан 25 декабря. То, что сделано сейчас в Саратском цирке, в общем-то, в Нижнем Тагиле и в Саратове, это вода фильтрационная для животных. Это вот то, что на поверхности сразу. Плюс изменились параметры самих, назовем так, клетки, которые отделяют хищных животных, собственно, от нас, от людей. Пришлось строителям переваривать, там 800 метров трубы дополнительной пришлось переваривать, в общем-то. Усиливать дополнительные конструкции. Ну, целая эпопея. В общем-то, не по нашей вине, не по вине заказчика, но вот изменились правила. Вот. Плюс здесь было применено экспериментальное покрытие в конюшне, которое, в общем-то, показало свою жизнеспособность. Опять же, не по вине заказчика, это впервые в системе Росгосцех мы хотели это попробовать сделать, потому что очень хорошая рекомендация. Но наши животные постарались на славу, в общем-то, строители поняли, что это покрытие не подходит. Поэтому сейчас, опять же, в рамках контракта никаких дополнительных средств на новое покрытие не потрачено. Все это исправлено и приведено в норму. И очень много изменений произошло с куполом Саратовского цирка. Это то, что вы можете сейчас уже сами видеть. Поменялась внутренняя конструкция самого купола. И тот эффект, когда в летний период проведения представления артистам хотелось каждому зрителю заплатить деньги за то, что они пришли. Потому что кадр, собственно, конденсат от каждого зрителя. Ну, действительно, тяжело было в летний период находиться в цирке. Сейчас эта проблема решена. Вот как раз остался этап проведения пусконаладочных работ, когда мы сможем это воочию уже на себя ощутить. То есть температура будет комфортная? Да, очень комфортная. А сколько, скажем, при саратовском градусном жаре? Ну, по нормативу, значит, на манеже плюс 18 градусов. Плюс 18, плюс 22 рабочая температура. На сегодняшний момент саратовский цирк по оснащенности, по подходу к артистам, к зрителям, то, что можно было сделать, здесь все применено, последний технологий. То, что касается, в общем-то, проблемы, которые всех интересуют зрителей, запах в цирке. На сегодняшний момент сделана такая система вентиляции, что запах не должен ощущаться в манеже. Какая-то часть запаха, условно, будет, потому что, собственно, у животных есть животные. Ну, и двери будут открываться все равно, как это было раньше, конечно. 25-30 человек, сотрудников подрядной организации, которые каждый день работают в направлении того, чтобы 1 числа, как это заявлено было, и в документах, выдавленных с органами охраны, человек вышел из этого обстоятельства. Затраты, которые будут, как следствие, приведения к новым нормам, они не выйдут за рамки действующих контрактов. Если говорить об общих суммах, от начала до конца, порядка 800-810. 1 июня подрядчики уходят из цирка, понятно, но дней 5 там дадим на недоделки. Дальше цирк начинает, плавно, я имею в виду, все представители, переезжать уже в обновленное здание. 18-19 июня заезжает монтажная группа нашего первого, так скажем, представления нашего первого спектакля. 25-26 июня заезжает вся труппа с животными. И 3 июля мы даем свой первый спектакль. Программа, я считаю, подготовленная Росгосцирком вне гастрольного графика, который утвержден уже на год, но мы плавно туда вписались. Программа будет очень интересной. Принт-цирк она называется. Это «12 львов». Это, наверное, тоже один из ведущих, так скажем, дрессировщиков мира и страны, Гончаров, который является победителем международного конкурса в Монте-Карло. У него и золотые, и серебряные медали. Но что характерно, ни разу эта программа за время работы в цирке в Саратовском не была представлена. Вот такой парадокс. Мы буквально неделю назад, я была в Москве, и мы с Владом уже встречались и обговаривали все процессы. Они сейчас уезжают в Иваново, город Иваново, и дальше сразу к нам. И вот тоже я спросила, а почему же вы так вот в Саратов-то объезжали всегда? Вот не было бы у него в гастрольном графике этого представления. Представление фееричное, на самом деле, это не только «12 львов», это понятная акробатика, это, конечно, и гимнасты, и дрессура, и эквилибристы, и воздушные гимнасты. Ну и, конечно, аттракцион африканских львов, когда он один на арене с 12 львами и управляется, да, как хозяин, так скажем, этого всего. Ну и, конечно, это фонтаны, которые, вот именно, наверное, сложный монтаж будет на арене именно этого процесса. Ну, я надеюсь на яркость этого, так скажем, представления. Мы пообщались с коллегами, где уже этот цирк работал, и, конечно, только самые яркие впечатления от этого представления. В первой декаде июня мы начинаем продавать билеты. Понятно, к сожалению, у нас 50% только зрителя, но мы надеемся, что к июлю месяца уже будет чуть больше. При этом мы с Владом договорились о том, что если будет мало представлений и будет очень много желающих, а мы такой, так скажем, риск просчитываем, то мы дадим и представление еще один день для того, чтобы каждый житель Саратовой, Саратовской области побывал в нашем цирке. В представлении пройдет почти два месяца цирк у нас будет, где-то до конца августа этого года. Потом у нас немножко перерыв, как вы это знаете, да, где-то полмесяца, и дальше мы уже находимся в графике, в гастрольном, где можно уже официально об этом прочитать, потому что сейчас, понятно, те, кто график гастрольный открывает, и говорят, а где же Саратовский цирк? Коллеги, ну, я так думаю, да, третьего мы уже будем в этом цирке, в гастрольных датах, и дальше до конца года, конечно, мы уже встраиваемся в эту, так скажем, систему.